На календаре уже февраль, а значит, что многие начинают ломать голову, как удивить вторую половинку ко дню всех влюбленных. Кто-то в поисках наиболее оригинального подарка обращается за помощью к интернету. Некоторые же прибегают к традиционным поздравлениям. В преддверии праздника наш корреспондент Инна Ширкевич узнавала у витеблян, чтобы они ни в коем случае не хотели получить на 14 февраля. Самый главный символ дня всех влюбленных, конечно же, сердце. В этот праздник становятся популярными Валентинки. Кроме того, привычны сладости и мягкие игрушки. Узнаем, а что еще чаще всего дарят витебляне. Скажите, пожалуйста, как вы поздравляете обычно свою вторую половинку на 14 февраля? Мы обычно либо смс-ки поздравляем, или цветы дома уже приношем. С любовью. Очень интересно. Что обычно вы дарите? Что-нибудь необычное. Сделанное своими руками. А пример какой-нибудь можно? Валентинки всевозможные. Сердечки. Украшенный тортик как-то необычно. Выпечка домашняя. Обыкновенно. Что обычно вы дарите? Какие подарки? Я не считаю, это за праздник. Это не наш праздник. Не христианский. Дочку всегда поздравляю. Что-нибудь покупаю. И то, что она любит. Отмечаем. Тортик. Что-то сладкое. Шипанское. Обычно мы с ней куда-нибудь ходим. То есть мы гуляем по городу. Ходим в кафе какое-нибудь. Отдыхаем. Проводим хорошо время. Цветы. Любовь. Ну, как обычно, как всегда с подарками. А какими подарками? Ну, с такими, которыми они пользуются. Ну, как обычно празднуются праздники. Когда рядом любимые, нет ничего прекрасней. И поэтому в семье за чашки чая, кофе мы всегда собираемся с тортиком. Вкусным ужином, с детьми. Все хорошо. А что точно не следует дарить на этот праздник? Ну, какие-нибудь золотое украшение. Я думаю, что нет смысла. Это больше такой домашний, семейный праздник. Когда словами, наверное, больше поздравишь и лучше, чем каким-нибудь золотом или еще чем-нибудь. Ну, вообще не поздравить, я считаю. Ну, как? Надо поздравить. Не обязательно, чтобы была рядом вторая плавина. Можно и мать поздравить, и бабушку, и дочку, и сына, и внука. И всех. Все должны люди поздравлять друг друга. Печальное настроение. Всегда должно быть хорошее настроение. Даже если любимый далеко и где-то не может быть, может быть в эту минуту рядом, всегда должно быть хорошее настроение. Я думаю, ну, что надо делать хорошие подарки. Если делать плохие подарки, то как-то, ну, день проходит не очень. Девушке должно нравиться то, что ты ей даришь. То есть, как бы, когда парень знает девушку, когда он полностью ее знает, знает, что ей можно подарить, а чего она будет улыбаться, тогда все хорошо. Примитивная. А что, для вас примитивная? Ну, я не знаю, духи, парфюм какой-то там, что-то такое. Примитивная. А как можно оригинально признаться в любви? Ну, на асфальте, может, я бы это писать, не знаю. А вы когда-нибудь писали? Нет. Ну, это молодежь, наверное, придумывают, как необычно. А мы уже, как бы, в возрасте об этом не думаем, потому что живем давно уже вместе со своим любимым. Конечно, желательно какой-нибудь сюрприза, что-нибудь такого сделать. Неожиданно поздравить. Криатив. 21 век. Надо что-то хорошее придумать, прям, чтобы запомнилось навсегда. То есть, что-нибудь интересное. Спасибо.